какие небеса какие облака можно сказать что они свинцово-стальные но цвет этот был задолго до того как человек начал плавить металлы и сплавлять один металл с другим небеса небеса но небеса изменчивы и на облаках ты не сможешь записать историю прошлого впрочем если поднять глаза к небу можно вообразить и увидеть при помощи ноосферы что-то подсказывает мне письмена агамским алфавитом которые гласят маэл дум кайл имени этому более 1600 лет маэл дум кайл перед глазами у меня встает бородатое суровое мужское лицо мужчина крепкой мускулистой правой рукой сжимает древко боевого топора он угрюмо смотрит на дорогу на сбитую из камня и плотной земли дорогу по которой едет карета и за ней кортеж вельможного священнослужителя в ларце тот везет послание послание на камни высеченная агамским алфавитом что ж об этом я расскажу во второй части друзья что буксира затих двигатель очевидно дабы не мешать вчера в санкт-петербурге в реку мойка на поцелуевом мосту произошло жуткое дтп микроавтобус маршрутка как там его рухнул с моста вниз в реку в реку током 7 человек 6 отца погибших есть много страдавшего слышите прошу прощения друзья ветры разгулялись ветер перемен дует добрый ласковый но такой крепенький за рулем был рахмат шух курбонов если я не ошибаюсь 44 летний гражданин таджикистана он выпал а ему оказывается медицинской помощи после чего он будет задержан грозит до 5 лет он угробил 7 человек царствием небесное и еще 13 все они пострадавшие безусловно всех кто упал холодную реку мойка в том злополучном автобусе пострадавшие добавлю что это ооо такси заведуют этим делом а у них за последние два года 23 штрафа общей сложности на сумму 3,6 миллиона рублей из чего можно сделать сразу несколько первый и самый главный когда они нам говорят про необходимость кадров вам нужны такие кадры которые убивают наше население вам они нужны а что ему взбрело голову этому рахмат шоту когда он был за рулем устал и наверняка от переработок что ему взбрело голову когда он повернул руль и выехал на встречную полосу приветствую уважаемые зрители прекрасный сегодня денек солнышко с вами снова я захарыч блаженный вот буксир оч уезжает вот он почему-то тут стоял прям упершись носом в берег банк как говорят люди знакомые с корабельным делом а я смотрю на эти деревья все они обернуты заботливо фанерой фанера сделаны из других деревьев у этих деревьев у целого ряда очень жестоко отпилены ветви в большом количестве интересно не от этих ли веток пошла фанера интересно это я так шучу друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии поддержите мою деятельность я в этом реально нуждаюсь в связи с дикими обстоятельствами в своей жизни и тем что я после черепного взрыва практически сумасшедший долгов наделано немало я в общем надо выбираться и вот ремесло которым я занимаюсь блогерство но так как для информационной деятельности или просветительской российской настоящей нужны разные лицензии то мы с вами возникаемся я иди из вас дорогие друзья кто решил доставить мою испорбенную эвизиономию своим облагосклонным вниманием люблю эту набережную честно вам скажу вот какой молодец молодой человек бегает повторюсь говорил не раз скажу снова бега это универсальное упражнение которое продлит вашу жизнь на десять лет и сократит чистоту вашего сердцебиения пульса на десять ударов в минуту у вас не будет проблем с давлением кое столь чисты у людей наших дней сегодняшних едят наши милые добрые люди капотен и прочие препараты прошу не считать ни в коем случае рекламой прошу считать это рекламой бега и физкультуры я вот физкультурничаю если вы заглянете в описание там ссылки на два телеграм-канала второй youtube канал и я на этих ресурсах выкладываю всякие свои экзерцисы периодически каждый раз вижу турник подтягиваюсь меньше десяточки не подтягиваюсь стараюсь вот и все такое прочее и каждый раз когда иду наливать чай грею чайник и отжимаюсь ручки ромбиком бриллиантиком и так далее а и делаю разные числа все время или 21 или 25 или там 31 ну какие-то нестандартные в общем потому что сумасшедший я похоже но скажу вам в эти часы точно да и дни тоже на планете земля разыгралась мощнейшая беспрецедентная геомагнитная буря вызванная мощнейшими опять же вспышками на солнце а солнце уверен чутко реагирует на различные выплески огромного числа двуногих и полуразумных управляемых или как я говорю хому комодум человекообразная удобная это такая тупиковая ветвь эволюции куда нас с вами загнали что ж выбираемся дорогие друзья и что ж печальная новость на самом деле печальная вслед за сообщением о том что китай резко поднял цену на грузоперевозки для россии и беларуси приходит новость о том что в ржд за январь-апрель в общем и целом грузоперевозки упали на 3,4 процента по сравнению по сравнению с тем же периодом прошлого года это действительно печальная новость до четырехсот тридцати пяти целых и восьмидесятых миллиона тонн груз ну много конечно груза железная дорога у нас главное вот международные перевозки упали на 6,9 процента это на самом деле это действительно печально ну что ж но между тем есть и хорошие новости дорогие друзья президент россии владимир владимирович он в общем распорядился повысить коэффициент рождаемости к 2030 году ура вот такие дела и значит к 2030 году жаль что не раньше люди эрофистанцы начнут снова размножаться что ж такая вот веселая история но добавлю а владимир владимирович он уже давал распоряжение не так давно кстати о том чтобы а рф стала 4 в мире по ввп так что будем раз размноженные и богатые то есть любимые и богатые слушайте красота вот такое нас всех ждет будущее что тут еще можно сказать но позволю себе все же сказать прежде чем перейду к силе слова это очень важно и интересно и кратко депутаты государственной думы от саратова михаил матвеев по моему от кпрф кстати судя по различным его высказываниям и прочему человек такой во многом достойным достойно и удивительно вот в государственной думе молчу 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 слава всем ну вы меня поняли так вот депутата михаил матвеев сообщил в одном из своих выступлений он говорит он смел на слова и он говорит и вот он сказал что есть такая организация международная организация по миграции она есть у них есть даже веб-сайт свой и и она действует под патронажем великобритании объединенного королевства и соединенных штатов америки так вот с 2007 года как сообщил депутат государственной думы михаил матвеев это ну как он говорил в одном из своих выступлений и так далее россия вступила в различные программы этой организации как минимум до 21 года в этих программах участвовала весело и радостно то есть программа по миграции преимущественно из стран средней азии это бывший советский союз до того бывшая российская империя не чужие люди но затем стали прибавляться прекрасные жители великолепной поднебесной пока в небольших количествах и и индии офигительные их пока тоже в не очень большом количестве но вы удивитесь как быстро и много и друзья приедет когда они построят этот какой-то там южный путь как они эту фигню называют железную дорогу который пройдет прямиком до индии и красота мечты сбываются да можно сесть в поезды из москвы и до дели доехать или до гуа до индии а там все удовольствие сразу до 33 оттуда сюда там полтора миллиарда человек очень многие живут в такой нищете что вы никогда не могли себе вообразить если не были там просто вся семья живет на одной полянке залитой солнцем из имущества у них есть кусок пластика которые они привязывают к веткам деревьев и им накрываются там от и воду им собирают заодно которую и они приедут сюда и нам всем будет очень хорошо и весело и вот это дтп на поцелуевом мосту когда мой рухнул автомобиль повторяют царствие небесное нашим людям а это покажется или станет ежедневным событием понимаете ли миграция возможно доступно допустимо ассимиляция когда мигрантов не более 10 процентов хорошо вы говорите трудовые мигранты что же делать как в этих дубаях поступать и в этих прочих богатых странах ближневосточных держать их прямо в специальных местах под камерами и все такое но ведь так не делается а что же происходит происходит непонятная совершенно ситуация хорошие трудолюбивые люди я не не ксенофоб я не нацист не российский в коем случае против дикарства и против того чтобы родину нашу превращали в проходной двор и добавлю по странному стечению обстоятельств под возгласы о борьбе за оратовании за безопасность чью-то там безопасность по итогам люди этой безопасности лишены причем безопасности самой банальной люди садятся в транспорт в автобус и нет гарантии что они дают живыми из точки а в точку б именно поэтому и прежде всего поэтому вопросы с миграцией должны быть именно на государственном уровне не получится абстрагироваться государству должны быть решены по полной программе очень и очень серьезно потому что это на самом деле одна из важнейших проблем на сегодняшний день проблем созданных искусственно обратите внимание с 2007 года 2007 год вообще очень очень непростой вот в планах в плане власти знающие люди поймут о чем я говорю всякие там подкожные инъекции все такое прочее но да ладно что ж добавлю дорогие друзья теперь из интересного школьный учитель из ковентри грехом синер 55-летний мужчина убирал свой заросший садик около домика и нашел странный камень на котором были вырезаны полосочки камень песчаник старый 11 сантиметров в длину интересно его фотографии вы можете увидеть на одном из моих телеграм-каналов и он позвонил своей подруге археологу это сказал фото прислал это говорит о это что-то серьезное оказалось что это письмена агамского алфавита и и письменам этим не менее 1600 лет единственное что они смогли разобрать ученые это имя майл думкайль майл думкайль и знаете что тогда и письмом то владели не столь лишь многие люди или это были монахи которые написали или это были властители и учтите что это очень тяжелый труд был начертания такие оставить и каждый кто увидел такие начертания должен был быть о них осведомлен о чем же но самая банальная майл думкайль написал эти письмена может быть это газета какая-то была идет черная смерть берегите ваших коров может быть майл думкайль осквернил дочь властителя кто найдет убей и майл думкайль стоит в общем он нам в зарослях кустарника сжимая древко топора и ждет пока проедет этот кортеж а вот и второй момент интереснейший в библиотеке в великобритании же перекочевала туда рукопись войничья книга из 240 страниц говорят еще 28 не хватает книга на обильно написано письменами очень хорошего качества с иллюстрациями рукописными прекраснейшими иллюстрациями книга разделенная на несколько тематических секций и эта книга написана на языке которого никто не знает никто не знает и знаете что книги этой как минимум полтысячи лет и а я ни за что не поверю что кто-то стал бы делать это шутки ради писать книгу шутки ради делать такой пранк как сейчас говорят нет никто бы не стал тратить столько усилий также как не никто не стал бы писать анекдот агамским алфавитом на камне слишком долго и контрпродуктивно лучше просто бросить в товарища грязью веселее и быстрее что ж так что это не приколы и камень знаете притча первая учит тому что необходимо беречь все носители информации это во первых во вторых необходимо понимать и осознавать что чем мощнее вычислительное устройство и носитель информации тем менее оно долговечно тем более оно хрупко между прочим квантовые компьютеры для того чтобы они полноценно работали некоторые части должны быть охлаждены почти до абсолютного нуля это не бинарные компьютеры это новый шаг это шаг в будущее и ученые в ужасе гадают что произойдет если когда скрестит наконец искусственный интеллект с квантовым компьютером возможности будут безграничны и будет это совсем не просто и страшно что же касается рукописи войнича той книги с иллюстрациями войнич это книга торгуется это безусловно не автор автор конечно не известен а так вот эта книга прекрасная книга она у меня лично есть две версии по ее происхождению либо она попала к нам из другого мира что весьма вероятно потому что там изображены различные растения во множестве в лекарственных целях в том числе и в рецептурных целях и ученые изучавшие книгу не смогли опознать ни одной из этих растений то есть версия о неземном происхождении или параллельный мир а версия 2 это то что была целая культура которую властители мира заставили просто исчезнуть а затем затерли все воспоминания о ней понимаете уверяю вас что такие технологии по затиранию и модификации истории существуют уже с незапамятных времен пишите ваши мысли в комментариях дорогие друзья подписывайтесь ставьте лайки и пишите эти самые комментарии и поддержите мою деятельность на верхние строки подскажут как или теньков или теле 2 моя техническая сим-карта номер телефона в описании можно пополнить баланс и это поможет мне выкладывать видео на самом деле жутковаты эти башни я привел их как пример унификации перемешивания понимаете владельцам башен все равно какие люди живут в этих башнях им важно чтобы эти люди платили 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 а я русскую избушку теремок люблю понимаете не люблю я обезличенные эти адские коробки эти тюрьмы души